Сегодня обещанные подробности знаменитой азиатско-горноуральской покупки кочующим табором люля иностранного агрегата Айва за 760 тысяч рублей. То есть видеоплеера обыкновенного в магазине Эликана Луночарского 133. Сегодня выяснилось, что это оказался не одноразовый акт, это целая тенденция. Но об этом позже, а пока о самом шоу с ведушкой. Глава семейства господин Амат Куль захотел Айву неспроста. Сапка. Сапка это по-русски сапка. Как уверяет господин, эти деньги он наторговал. Поймаешь ли на всяком разном авиатском фрукте? Ну вот, продали. Яблок, Миноград, продали. На вагон грузится, работали здесь. Вот, сейчас тоже работает. Хотя, по мнению корреспондентов ТАО, тут факты с купюрами никак не состыкуются. Столько и так мелко в горах, только подают милостыню. Вон, сами пересчитайте. Магазинные господа, кстати, пересчитали. Стояли пять человек, каждый доставал из своего кармана по... Так скажем... Как сказать, даже не знаю. Ну, в общем... Не то, чтобы сразу все достали, а доставали именно вот по пасечкам. Весь магазинный торг занял часа полтора, а деньги в брутте потянули граммов на 150. Накануне господина Маткуль, люля, просил скинуть деньжат с сыны из-за бедного своего соцположения. Впрочем, если на это дело посмотреть еще глубже, понятно, обидная для местных народов метаморфоза. Напомним, скажем, 2 октября подобные люля ходили по домам на Посадской, прося на бедность. Им добрые люди подали девятью штуками зимней одежки. Они ее бросили на лестнице. Кочевники любят деньги. Доллары США тоже. Такая вот странная национальная особенность. Сегодня в 10 утра в Екатеринбурге произошла новейшая сенсационная финансовая засветка таборных кочевников люля. Валютно-обменном пункте железнодорожного отделения Сбербанка на Мельковской 2Б. На этот раз гости столицы, псевдо-нищие люля, купили 300 долларов США. Хотели больше, но грязные замурзанные мелкие купюры, тысячи рублей мельче. Обмены господа у них просто не взяли. Но 300 долларов господа все же унесли с собой. Заплатив за заграничные деньги 1 миллион 641 тысячу русских рублей. Деньги табор принес в целлофановом мешке. Здесь же в углу кочующий табор разбил бивуаз. И ужасно голдя в гости столицы на полу на газете устроили пересчет купюр. Это уже становится симптоматичным. То закупка ведушек, то иностранных денег. Эксперты ТАО в этой связи склонны предположить, что тут явное воздействие уральских погод. Перелетные птицы и люля собираются дергать на юга. И одни перед этим аккумулюруют у себя жир, другие баксы. И то и другое, наверное, необходимо для перелетов на юга. Зимой все равно подают мало и мелко. Что птицам, что люля. Но на смену улетающим ожидается залет новых, уже морозоустойчивых птиц всяких сортов. Южноазиатских тоже. Эти прогостят до весны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова